Я предстою сейчас военную кампанию Наверное, слышишь, что ЧВК Вагнер называется Война тяжелая На всякие там чеченские и так далее Близко не похоже Расход боеприпасов у меня Привидительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде Первый грех это дезертирство Никто не дает заднюю Никто не отступает Никто не сдается в плен Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой Второй грех это алкоголь-наркотики В зоне боевых действий Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий И третий грех это мародерка Включая сексуальные контакты с местными женщинами Флоры, фауны, мужчинами, с кем угодно Минимальный возраст, который мы берем Возраст Это 22 года Если моложе, бумажка От ближайших родственников, то они не против Максимальный возраст Условно Условно Это 50 лет, но если крепкий Прямо здесь на собеседовании Сделаем элементарные тесты Смотрим, насколько крепок Физическая форма крайне необходима Смотрим, насколько ты крепок И тогда принимаем решение Берем Первые заключенные, которые воевали со мной Это было 1 июня Штурм угледарской ТЭЦ 40 человек из Питера Строгий режим Рецидив 40 человек Зашло в окопы противника Вырезали его ножами Было трое погибших Семеро раненых С трех погибших Одному было 52 года Отсижено 30 Погиб геройский Мы внимательно относимся к тем, кто сидит По 228 Исключительно исходя из того, была зависимость или нет Если есть вопросы, оставляем за собой право, пока мы готовы Приветствую вас, друзья-недруги Вот это видео комментируют в украинских пабликах Очень гневно и многословно Здесь запечатлена вербовка в ЧВК Вагна Которая происходит на одной из российских слов И, конечно, не братья пишут Что вот рашисты Руснявые москали Кривоногие кацапы Орги Ну и так далее по списку Вот дошли до того, что Набирают под свои знамена уголовников Как будто Там первые дни спецоперации Тот же Зеленский не отпустил уголовников Из киевских тюрьм И не раздавал оружие вообще всем подряд Без всяких расписок Это давняя традиция Давняя Не нами придумана Я самый знаменитый напомню Пример Это французский иностранный легион Который в первой половине 19 века Луи Филипп I Создал И туда принимали вообще Не то что уголовников Там было правило не спрашивать имени То есть человек мог прийти Представиться любым именем Да И получал оружие Получал задания Пополнял Кстати Последняя компания Которую принимал французский иностранный легион Насколько я помню Из таких заметных Это 16-й год Ирак Но песня совсем не о том Это давняя практика Привлекать людей Которые имеют альтернативу Либо Отсидеть То есть вот понести наказание Либо Рискнуть И попробовать Себя на поле боя Тем самым Смыв и Срок Себя Репутационный В том числе тоже Во французском иностранном легионе Кстати Служило очень много людей Известных в том числе и наших соотечественников Министр обороны Родион Малиновский Кстати Он же адесит Уроженец Херсонской губернии Российской империи Десять лет был министром Оторона Советского Союза С 57 по 67 год Он был легионером Служил В этом самом Французском иностранном легионе Так что Знаете Есть такая присказка Ничего военного Она в данном контексте Очень двусмысленно Звучит Но тем не менее Ничего военного